Не имею права закрыть поликлинику. В масках, но без соблюдения социальной дистанции. Больше ста человека, а в основном это люди пожилого возраста, пришли к зданию центральной районной больницы, чтобы высказаться против закрытия единственного в районе медучреждения и организации здесь ковидного госпиталя. Убийская центральная районная больница. Это больница, включающая в себя комплекс отделений поликлинику и стационар. За последние несколько лет в больнице был сделан ремонт в рамках программы 70 на 70. Проведена оптимизация, привлечены новые специалисты в рамках федеральной программы «Земской доктор». Совсем недавно сделали ремонт в детском отделении. На территории Бийского района проживает более 32 тысячи человек. Это Бийский район. И всего одна районная больница, оснащенная необходимым оборудованием. О том, что центральную районную больницу в селе Первомайское намерены полностью закрыть, а персонал оставить без работы в районе заговорили еще в конце мая. Народ держит неведение, все слухи, мы слышим одно. Все только слухи. Нам сказали так, нам сказали это, по факту. Потом узнаем, закрыли одно отделение, закрыли второе отделение, третье. Все врачи разбежались. В конце концов, лечить-то кто здесь будет? Людей 7 тысяч, население. Экстренная и неотложная медицинская помощь, как заявляет главный врач, жителям Бийского района будет оказываться при любых обстоятельствах. В случае открытия госпиталя, амбулаторный прием будет проводиться на площадке инфекционного стационара. Никаких кадровых изменений тоже не предвидится. Прорабатывается вопрос, куда перенести поликлинику. Планируем мы организацию этой помощи тоже здесь на базе инфекционного стационара, который в данный момент не имеет пациентов. И там можно организовать амбулаторный прием. Первый этаж административного корпуса для размещения дополнительно детского отделения и так далее. Для того, чтобы организовать помощь населению района в полном объеме, который необходим в рамках амбулаторно-поликлинической службы. На Бийскую зону пока работает единственный ковидный госпиталь. Он находится в Наукограде на базе второй городской больницы. Заполнен он на треть. Острой необходимости расширять число коек пока нет, но это только пока. Однако нужно быть готовыми к развитию любой ситуации, поясняют в региональном министерстве здравоохранения. В крае уже есть пример того, как в экстренном порядке готовили Рубцовскую ЦРБ под ковидный госпиталь. Чтобы такая ситуация больше не повторилась, в Минздраве работают на опережение. Сейчас в районе официально зафиксировано 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. И главное, чтобы после сегодняшнего собрания эта цифра не стала больше. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.